Ух, я просто прусь с этой тёлки из рекламы. Она уж практически уговорила меня попробовать эти средства женской гигиены. Ой, да ты сначала попробуй средства мужской гигиены, например, мыло. Да ты посмотри, как она бегает по пляжу. Туда-сюда, туда-сюда. Вот это дойки. Я хотел сказать, вот это актёрская игра. А больше ты в ней ничего не видишь? Конечно, вижу. Ну, средства действуют, она двигается легко и свободно, не злится и не орёт на людей. Тьфу, чё и злиться-то? У неё агент пашет как волна, ходит ей хорошие роли, а не облизывается на тёлках с телевизора. Я не облизываюсь, я провожу исследования. А почему же это все твои исследования заканчиваются наверху с надувными ассистентками? Короче, так. Либо ты начинаешь находить мне хорошие роли, либо я найду себе другого агента. Всё. Ой-ой-ой. Решил меня напугать? Да ты думаешь, у меня больше нет клиентов, а? Наверное, не стоит ему сейчас говорить, что я ушёл в актёрское агентство Юрия Куклачёва. Нет, Ген, хотя это и случается раз в 10 лет, но я не могу понять, зачем ты потащил меня покупать тебе нижнее бельё. Тебе же его стирать. Я хочу, чтобы ты запомнила, каким оно должно быть. Всё. Ген, я на него не смотрю, я его не стираю, я его просто сушу. А мне казалось, тебе нравится ходить за покупками. Ну, конечно, мне нравится ходить за покупками. Себе. Ты мне обещал, что мы вернёмся до начала дома 2. О, а тут смотри, я пропустила из-за тебя заставку. Ну, тогда поторопись. Ты опаздываешь на полторы коробки конфет. Так, Ген, есть только один способ решить эту проблему. Жмём руки и расходимся? Нет. Купить спутниковую тарелку. Отлично, покупаем тарелку и расходимся. Гена, если у нас будет спутниковая тарелка, то я смогу смотреть дом 2 целыми сутками, а не 4 раза в день. Понимаешь, я должна сопереживать с вами любимцем вместе со всеми регионами нашей страны. А не быть заложницей только у райского часового пояса. Ну, понятно, понятно. Ты хочешь ставить дом 2 в свой напряжённый ежедневный рабочий график, да? Как раз после ничего не делания, желания, храпения, телевизора смотрения меня мучения, потом храпения, и ничего не делания после ничего не делания. Я знала, что ты меня поймёшь. Даша, у нас 200 кабельных каналов. Ты и так смотришь телевизор целыми днями. А если мы подключим тарелку, у нас будет дохренальон каналов. Ты будешь смотреть телевизор не только дня, но и ночью. Хотя... Да! Давай купим тарелку. Арина, когда я вижу, как ты прыгаешь в своём купальнике, я думаю только об одном. Вот она, девушка с двумя большущими талантами, которые достойны самого крутого агента на Земле. Ты действительно так думаешь? Они говорящие. Ну, в смысле, конечно, я так думаю, иначе зачем я тебя сюда пригласил? Присаживайся. Эм, я думаю, что тебе уже пора познакомиться с самым лучшим агентом в мире, который визнесёт тебя на вершину славы. Звучит суперски. Рома, слушай, а если ты действительно такой крутой агент, а почему твой офис находится здесь, ну, в квартире твоих родителей? Ради экономии. Так я смогу всю прибыль направлять по назначению на подарки тебе. Рома, ты такой милый, ты такой, такой честный. Да, я согласна, давай заключим договор, а потом скрепим его сексом. Да, я тоже подумал про договор. Чего? Ну, ты действительно такой крутой агент, лучший в мире, а? Через пару минут ты узнаешь, детка. Рома, ты самый стрёмный агент в мире и в Екатеринбурге. Света. Как ты мог послать меня на рекламу подгузников для взрослых и сказать, что это реклама нижнего белья? Это и есть нижнее бельё. Ты когда-нибудь видел, чтобы их носили сверху? Ты уволен. Я найду себе настоящего агента. Интересно, кто раскрутил Снегурочку? Ведь каждый Новый год по всем каналам. Так, и на чём мы остановились? Ну, мне кажется, ты хотел пойти на кухню, принести лёд из холодильника. Да? А зачем нам лёд? А для того, чтобы приложить его к своему фингалу. Ты только что сама сделала свой выбор. И ты потеряла лучшие две минуты в твоей жизни. Да, похоже, я знаю, кто король и лузер. Ой, Даш, я поверить не могу, что ты уговорила Гену потратить 10 тысяч рублей на телевизионную антенну, если ему жалко потратить 50 рублей на дезодорант. У тарелки, в отличие от дезодоранта, по крайней мере, есть шанс, что Гена будет ей пользоваться. Ух ты! Смотри, сколько тут всяких дополнительных программ про Дом-2. Дом-2 начало, Дом-2 возвращается, Дом-2 перезагрузка. Слушай, Лен, а ты не хочешь тоже взять тарелку? Наша, тут такая история, я одной ногой был в магазине, как вдруг мне в голову пришла гениальная идея. Зачем тратить 10 штук на тарелку, если её можно купить у Ахмета всего за 700 рублей? Ага, а ещё он бесплатно кормит вкусной шаурмой. Да, Даша, на ужин мне ничего не надо. А и ничего не будет. Золотые слова. Я напомню тебе их сегодня ночью. Ген, а ты уверен, что за 700 рублей можно купить качественную антенну? Конечно. Ахмета же чокнутая, это все знают. И антенны, это не основной его бизнес. Вообще-то он продаёт плутоний. Ой, на самом деле мне плевать, где ты её достал, Гена. Самое главное, чтобы её побыстрее установили, чтобы я не пропустила ни минуты спецвыпуска Дом-2 клубничка. Не пропустишь. У меня есть ещё одна отличная новость. Какая? Ахмед сказал, что эту антенну может установить даже самый тупой продавец обуви. Ага. Нет. Нет. Он так не говорил. Это написано на коробке. Я пойду поставлю лестницу. Ладно, я пойду поставлю свечу. Что вы ржёте? Думаете, мы не справимся? Да вы мужики, ого-го! Смейтесь, смейтесь, Даша. Через пять минут я её поставлю и сгоню тебя со своей половины дивана. Запомни, Даша, пять минут. Сёма, сынок, пойдём, поможешь папе. Где этот рождевенец? Так, Гена, не трогай Сёму. Я не для этого ращу наших детей, чтобы они падали с крыши. Ага. Ясно. Значит, у мальчика есть два варианта. Либо он станет бездельником-неудачником, либо дурочкой-блондинкой. Здорово, Даша. Я чувствую себя, как ребёнок на детском утреннике. Приготовься. Сейчас будет первый номер программы. Пять, четыре, три... На этот раз чё-то рановато. Даша, пять минут. Побереги! Да, да, мы сделали это! Что? Вы уже установили тарелку? Нет. Мы открыли коробку. Мы показали этим скрепкам, что значит перебегать дорогу настоящим мужикам. Понятно. А что делает тот, который ещё тупее? Кто? Гена! Он наверху. Достает из коробки детали. А разве это не опасно на покатой крыше? Да не бойтесь вы! Генка знает, что делает. Ген, а! Ген! Как ты там? В порядке? Всё зашипит! Ну ладно. Ген, а по-моему, что-то разбилось. Надеюсь, это не тарелка? Нет! Это мой череп! Да. Ну, слава богу. А то я уже испугался. Отпусти тарелку обратно. Чёрт! Извини! Я случайно! Дядь Толь, можно спросить? Всё равно лежите, ничего не делаете. Светка уволила меня, я теперь не её агент. А если я её не верну назад, то мне придётся устраиваться на настоящую работу. Погоди, погоди. Вот это уже трагедия. Ай, Далян! Далян, я падаю! Помоги мне, Далян! Далян! Послушай, Роман. В наше время агенты не ждут, что удача заедет сама к ним на чёрном лимудине. Они сами едут к ней на такси. Ну, понимаешь, ты должен создать какой-то свой собственный проект и пригласить на главную роль Светку. Точно! Собственный проект! А какой? Далян! Руки не имеют, Далян! Руки! Подожди, подожди, дай подумать. Нам нужно что-нибудь такое сексуальное. Горячее. Ну, что-нибудь такое, что я сам бы себе с удовольствием купил. Клип! Танцевальный клип! И чтоб там было море сексуальных тёлочек, которые бы так прыгали вверх-вниз. Вверх-вниз! Вверх-вниз! Точно! Я сниму клип. Сейчас же заеду в бар и возьму кредит. Дядя Толя, спасибо за совет. Да ладно, старичок. Помогать друзьям, это моё призвание. Толик! Я тут уже на подбородке ищу! Меделый клип! ГОВОРИЛИ Ха-ха-ха Лен, ну как там Лёлика болит? Измеряют крышу. Так, Геннад, один конец рулеткой меня, лезь на край, измерь для муската. Три тридцать, три сорок, три... Три с половиной метра. Геннад, а ты где? Три с половиной метра. Я здесь! Три с половиной метра. Геннад, ну что, ещё пять минут? Максимум. Даша, учти, мы будем сейчас подключать кабель, не вздумай врубить телек Хорошо, удачи вам Это просто заговор какой-то, мне отказали во всех банках Екатеринбурга Отлично, значит мои факсы прошли Ого, смотрите, мужик в телеке, очень похож на папу Только этот весь в огне Круто, вот бы папе так же А теперь, дорогие друзья, слово нашему спонсору Здорово, я Сингапурчик Это не кличка, это псевдоним Короче, если ты самое последнее чмо на свете Если тебя послали на три буквы во всех банках города То садись в троллейбус Или попроси соседку, чтобы она тебя подбросила Короче, приезжай в Баблоне Мы никому не отказываемся Наш офис находится в багажнике моей тачки Сначала позвони по номеру 8-940-531-12-18 Только запомни Не надо звонить и сбрасывать, чтобы мы перезвонили Блин, как же я им позвоню? Рома, я сейчас тебе скажу то же, что говорят тебе все женщины Я нашла кое-кого получше Да-да, у меня теперь новый агент И не какой-то там сопливый гном А успешный и опытный И, между прочим, он представляет интересы Мячеслава Валежика, Анны Витки и Жанны Фрески Короче, он в сто раз круче тебя Да? Ай, как не вовремя Мне как раз нужна яркая блондинка для съемок нового танцевального клипа Где я как раз буду и режиссером, и продюсером одновременно Ух ты! Разве такое бывает? Обычно нет, но мне и Мэл Гибсону пофиг Блин Ай, кого бы мне пригласить на главную роль? Ума не пригласить Ромочка, пожалуйста, пригласи меня Ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста Тебя? Не знаю Мы же расторгли наш контракт А я могу подписать новый Ах, Светка, Светка Наконец-то ты сделала правильный выбор И теперь мне как твоему агенту предстоит очень сложно И кропотливая работа Ведь такие предложения не сыпятся с ним Здравствуйте, Роман Геннадьевич Приветики О, здесь жарковато или это я такой горячий? Да, все-таки я Да-да, вы очень горячий Рома, чего они тут делают? Ну так, чисто для потанцовки Роман Геннадьевич, я так вам благодарна за ароматический трус Где ты их откопал? В магазине женского белья, безумная орхидея Дебилка, я про телка, а не про трусы А, про них? Так они сами меня нашли Да, когда все узнали, что будет сниматься совместный проект Рома Букина и компании Баблония Все сразу ко мне пришли Да? Ну я же все равно главная звезда Обижаешься, Светка Здравствуйте, мой агент будет тебе врать Здравствуйте, маэстро Господин режиссер Я готов сниматься в моем клику Это на чем? Хорошо, что вы нашли девушек Мне нужен кто-то, кто будет восхищаться упругими движениями моих ягодиц Ой, 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 ой Прям что у болит попис Извините, я на минутку Рома, чуть за танцор миска Танцор диска? Рафаэль, что ли? Ну, я так пригласил его, чтобы привлечь женщин, и все Точно? Не врешь? Обижаешься, Свет Разве твой режиссер будет тебе врать? Ладно Господин Бондарчук Не называй меня настоящим именем Видите, сенкогнито У меня новый псевдоним Рома Букин Меня здесь все так называют Что это за натуральная блондинка? Где? Я ни одной здесь такой не вижу Та, которая нагло на меня не смотрит И не хочет ущипнуть меня за попку А, это Света Так, никто на потанцовке Я пригласил ее, чтобы привлечь мужчин, и все Ну, главное, чтобы все знали, что звезда это я О, обижаешь, Рафик Извини, Рафаэль Разве твой продюсер будет тебе врать? Букин Здравствуйте, господин Сингапурчик Прекрасно, прекрасно А, это моя сестра Света Ну, тот самый имущественный залог, о котором мы с вами разговаривали А это Рафик Молоток Букин Ты пока отлично со всем справляешься Если дальше так пойдет, то мы срубим немало бабла на этом клипе Вы думаете? Обижаешь, Рома Разве человек, от которого зависит твоя жизнь, будет тебе враг? Резонное замечание Короче Пяти часам я жду готовый ролик О, да без проблем В пять часов он будет лежать у вас на столе, клянусь жизнью Я смотрю, ты внимательно читал контракт Ой, да никакая ты не звезда Рома сказал, что звезда это я Мне Рома сказал, что ты вообще никто Рафаэль, вот звезда так звезда Да? Ну хорошо, если я не звезда, то я ухожу Ах так, если Рафаэль не единственная звезда, он тоже уходит Не пытайтесь его остановить Ну, вы же сами понимаете, актер, слабая психика, все такое Но вы не волнуйтесь, они стопудово вернутся Максимум через неделю Ну, самый максимум через месяц У тебя есть время только до пяти А-а-а-а Господин Сингапурчик, у вас потрясное чувство юмора Это точно А вот у Вавана Который останется здесь, чтобы за тобой приглядывать Чувства юмора нет Вообще Слышь, Ваван В предыдущей серии меня впервые погладили И то, потому что в ванной не было полотенца А еще Гена купил спутниковую тарелку и попытался сам ее установить Приготовься Сейчас будет первый номер программы Пять Четыре Три На этот раз что-то рановато Даша Пять минут Побеги Доказывая, что дятел от дятла недалеко падает Рома решил снять клип со света Ой, да никакая ты не звезда Рома сказал, что звезда это я Мне Рома сказал, что ты вообще никто Рафаэль, вот звезда так звезда Да? Ну хорошо, если я не звезда То я ухожу Ах так Если Рафаэль не единственная звезда, он тоже уходит Не пытайтесь его остановить Но у Ромы есть большая проблема Это маленький человек по имени Сингапурчик Прекрасно, прекрасно А, это моя сестра Света Ну, тот самый имущественный залог, о котором мы с вами разговаривали А, это Рафик Молоток, Букин Ты пока отлично со всем справляешься Если дальше так пойдет, то мы срубим немало бабла на этом клипе Вы думаете? Обижаешь, Рома Разве человек, от которого зависит твоя жизнь, будет тебе враг Он одолжил Роме денег и оставил большого человека по имени Вован Проследить, чтобы клип был готов к пяти часам Слышь, Вован А мы возвращаемся к приключениям барона Вечно голодного и ни разу не мытого Хотя вы, люди, называете это сериал «Счастлив» Время пошло, Букин Помни Пять часов Послушайте Вован, а если я не успею? На похороны не опаздывай Ну, допустим, я не сдам видео вовремя Твой начальник сказал, что есть простой способ погашения задолженности Есть Ты опаздываешь, мы тебя убиваем Очень просто Подожди, мне ждали время до пяти часов Мама! Расслабься, Тарантино Я просто проверяю почту Да? Никогда не подумал, что с компьютером могут работать такие... Здоровенные тупые пацаны Это Сингапурщик заставил Сейчас без компьютера никуда У нас большой бизнес по продаже запчастей Автомобильных или компьютерных? Человеческих Допустим, в пять часов приходит Сингапурщик, а клип не готов Я смотрю в ноутбук и вижу, что Сереге из Челябинска срочно нужна селезенка И мы транспортируем твою селезенку к Сереге Вопрос решен А без селезенки можно жить? Можно Но от Васи из Перми нужен мозг Света, Рафаэль, пора сниматься Света, Рафаэль Итак, сделаем ставки Спасибо тебе, Даша, что позвала нас посмотреть, как наши мужики будут падать с крыши Точно-точно, мой Петров так редко бывает дома, постоянно говорит, что он на задании А где я еще увижу, как он наступает на гвоздь или стреляет в себя, когда чистит свою пушку Ну ты, по крайней мере, хоть видишь его пушку А мы начинаем наше шоу Упади-ка А где вы взяли доску? Так это всем припер из школы Зачервонец А сейчас во дворе с камерой снимает сюжет для передачи тупее всех тупых Девочки, делаем ставки, чей муж сейчас упадет И как именно приземлиться? Запишите, Гена ласточкой Какой ласточкой? Гена может упасть только толстым жирным индюком Моя ставка, Витек Двойное сальто с приземлением на пузо А Вася, Вася солдатиком на копчик Петров Плашмя на Васю О, Вася солдатиком на копчик У нас есть победитель Петров на Васю У нас два победителя Да, спокойно, спокойно Каждый из нас так уже раза подло загремел вниз Кроме меня Ладно, хорошо, понемножку Че там у нас дальше? Так, в инструкции написано Очистите место установки от мусора А че вы на меня смотрите? Че, че? Тебе пора сваливать, товарищ Петров Че ты сказал? Так, тихо, тихо, тихо Помните, вы не бессмертные Третье падение может оказаться за Последним Ладно, старая антенна гении больше не нужна Подожди, это ж гнездо Это ж домик будущего птенца Единственное его будущее Стать моим омлетом Итек, по-моему, ты и зря взял Это яйцо Мама птенца сильно разозлится Что-то я не вижу поблизости никакой мамы Мамы может быть и нет Зато есть бомбардировщик с клювом Только отпусти меня, криви недожаренные Нифига себе Редкая птица поднимет Витька на 70 метров До сотки не дотянь О, Витюк на Данилу Замерприз А у тебя есть китайские шарики? Ну как же Я в них всю братву рву Лаван, хорошие новости Я уже могу тебя шлёпнуть? Я имел в виду хорошие новости для меня Я помирил Свету и Рафаэля Как? Ну, я поступил как нормальный обычный продюсер Я наврал им и пообещал процент с прибыли На слово Естественно Ну, итак, раз все готовы, то начнём Девочки Итак, музыка Кто-нибудь принёс музыку? Я Рафаэль принёс Да и всё в порядке, ничего страшного Я послушаю обе песни и выберу лучшую Фигу, не будет моей музыки, не будет меня Если не выберут музыку Рафаэля, Рафаэль уходит Везёт тебе Букин Ты увидишь Париж Ты отправишь меня в Париж? Не полностью Только глаза Итак, в общем договорились Рафаэль, твоё имя будет стоять первым В списке для налогов А ты, Света, станешь настоящей суперзвездой Ага, как губка Боба Ладно, ладно Рафаэль будет танцевать, но не будет улыбаться А Света будет улыбаться и покажет Рафику язык Отлично, отлично Я вижу, вы нашли общий язык И совсем не ведёте себя, как малые дети Так, начинаем Так как Света самая везучая Начнём с её песни И... Поехали! Стоп, стоп Рафик, что ты делаешь? Рафаэль профессионал Он лучше новодворскую в засос поцелуить Чем будет участвовать в этом бедламе Рафаэль настоящий мачо Да Рафаэль настоящий мачо Ага, ладно, ладно Теперь попробуем музыку Рафаэля Начали! Стоп, стоп, стоп Света, ну что? Что случилось? У меня такое ощущение, что мы на похоронах в Бразилии Всё, я ушёл И Света тоже ушёл А у тебя хорошие зубы Даже очень хорошие Для трупа Ну чего он? Этот фраер что-нибудь сделал? Да хреново он режиссёр Но сердце у него хорошее И то хлеб У меня, кстати, есть у него клиент С инфарктом А представляешь, что мы с сингапурщиком намутили? Ну пожалуйста Выберите одну песню и станцуйте вместе Ну забудьте про свою гордость На кону вещь поважнее Моя жизнь Рафаэль лучше даст сто раз тебе умереть Чем станцует под её фуфло Что? Да я лучше тогда вообще дам ему умереть Мелимон раз Чем буду танцевать под твою эту Латенто-американскую фигню Рафаэль забьёт его головой Спасибо! Большое спасибо! Я так думаю, на запчасти меня разберут сто пудово Ну ничего Зато мне присвоят звание почётный донор Посмертно Короче, я ненавижу вас обоих Рафаэль, ты хочешь танцевать под свою музыку? Без проблем А здесь я танцую под свою Ну всё, можете меня убивать Но только выполните моё последнее желание Скажите, как мне лучше встать, чтобы их тоже зацепило? Стро бун Три лобу Ой, а прикольно получается Вот под это можно танцевать Рафаэль тоже может танцевать под эту музыку Стоп! Расстрел отменяется Рафаэль! Не могу поверить, эти олухи так и не смогли установить тарелку. А посмотрите, как показывает телевизор. Чем больше они стараются, тем хуже у них получается. Прям как в постели. Короче, понятно, они эту антенну никогда не подключат. Да, эта тарелка офигенная штука. Здесь каналов больше, чем у Даши Жмуток. Смотри, вот это вот канал стриптиз. Раз, стриптиз плюс ло. Раз, ретро стриптиз. Раз, нет, че? А, Маньяк ТВ. Самый кайф в том, что здесь нет канала для жота. И эти куши даже не знают, что мы подключили антенну. И не надо им знать, зачем в курятнике телевизор. Если есть на свете рай, то это крыша. Я столько лет возводил глаза к потолку и просил Господа прекратить мои мучения. Кто же знал, что рай всего в трех метрах над башкой. Гена, ну вы там скоро? Еще пять минуточек, Даши. Снято! Отлично! Никогда в жизни не подумал, что скажу это, но ты умница, Свет. И тебе спасибо от меня и от моих почек. Девчонки, я вас люблю. Сейчас натуральная блондинка и мачо полудурок свалят, и мы снимем с вами реальное хард-видео. Все, закругляйтесь. А вас, цепочки, я скоро разверну. Вообще-то Рафаэль не уходит со съемок, пока не убедится, что режиссер красиво снял лучшую из его ягодиц. Тихо, животик, тихо. Не надо нервничать. Ну, в принципе, мы закончили на час раньше. Так что у нас есть время посмотреть на мой шедевр. О, да! Слышь, Хичков, если есть свободная рука, перемотай на то место, где я танцую. Ну, или где танцует Рафаэль. Прикинь, что мы тут с Ингапурчиком вымутили. Помнишь, Павлова? Того фраера, который нас на 20 штук кинул? Точнее. Так а ты же не в курсе, что мы делаем с кидалом, да? Разбираем и пытаемся собрать заново. Представляешь, Ингапурчик отправил его почки в Польшу. Так ты его уже хлопнул? Пока еще нет. Рома, по-моему, эти чуваки того. Чокнутый? Нет. Это плохие дяди. Это бандиты. Пафия. Что, серьезно? Если они увидят эту запись, они убьют Рафаэля. Причем таким способом, что его нельзя будет хоронить в открытом гробу. Так, 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 все спокойно. У нас есть в запасе целый час. Мы просто вырежем этот кусок до прихода из Ингапурчика, и нет никаких проблем. Ну и как там мой клип? А теперь есть проблема. Я тут решил прийти пораньше, чтобы посмотреть материал. Да без проблем, только... Рафаэль, скажи, почему мы не можем дать им пленку? Ну, это... Света скажет. Ну, потому что... Ну, потому что мы записали эту фигню про почки Славика, которые поехали в Польшу. Молодец, Свет. Классная отмазка. Димон, убери их. А потом уберись сам. Хорошо, господи. Подождите, подождите. Я понимаю, что вы хотите нас убить. Но пожалейте хотя бы Свету. Она же вас никогда в жизни не опознает. Она даже забывает, как ее зовут. Чего? Да это ты! Ты... Знаете что? Он всегда, когда видит голую тетку в журнале, вообще все забывает. Даже дверь в свою комнату закрыть. Вот. Извини, парень, но в этом городе ты больше не работаешь. Если только учебным пособием. Морги. Стоять, Сенкопульчик. Подразделение Лямбда. Стволы на стену, руки на пол. То есть наоборот. Обыскатель. Есть, Надя, за мной. Ой, я бы вам сказала бы, конечно, спасибо. Ну, я же звезда. И нельзя дружить с подтанцовкой. Девчонки, а где в оружие прятали? Я же вас везде потрогаю. Мы помним. Поэтому ты тоже сядешь. Не волнуйся, тебя тоже скоро везде потрогают. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Так, так, вот. Да, вот это я понимаю, нормально. Так, 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 слушай, а это? Так, вот, вот. Куда? Все, мужики, кино кончилось. Давайте новости посмотрим хоть. Криминальные новости. Трое членов преступной группировки, чьи имена мы не называем для их безопасности, были признаны виновными в убийстве, грабеже и вымогательстве. Суд оштрафовал их на 3000 рублей и приговорил к трем суткам домашнего ареста. Также в этой истории замешан режиссер Букин, Роман Геннадьевич, чей адрес любой желающий сможет узнать после передачи. Он будет первым мужчиной, которого посадят пожизненно за сексуальное домогательство до агентов спецслужб. Да ладно, расслабься, Геннадь. У меня в Туряге есть пару знакомых оборотней в погонах, так что пойдем и вытащим твоего парня. Пойдем. Мужики, это ж сиськи. Сиськи! 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 Гань, а что это за массовый побег из курятника? Или в шекшопе раздают пробники, или в магазине обувь от Петровича опять распродажа. Вот черт, а. Мы за Дим Петровичем бок о бок работаем уже тысячу лет. Но почему все симпатичные тёлки покупают обувь только у него в магазине? Может, с нами что-то не так? Здравствуйте. Скажите, у вас есть черные туфли-лодочки? Ха, нет, нету. А вы купите лучше белые туфли-капочки. Ладно, пойду спрошу у Петровича. Все равно не понимаю. Ну почему все идут к Петровичу? Может быть, всё дело в удачном расположении его магазина? Вряд ли. Он же расположен между складом фруктов киви от киви и бюро ритуальных услуг до скорой встречи. Это приятная смесь запахов гниющих фруктов и ладан? Да-да-да, Петрович. Просто мне так раздражает этот Петрович, что мне хочется в чём-нибудь его уделать. Дань, давай придумаем что-нибудь этакое. Идея. Ты покупаешь пачку сигарет, которые он курит. Так. Засовываешь сигареты-петарды. Как? Поприкурив ты. Бабах! Ты что, дурак? Где я возьму деньги на сигареты? Бабах! Если засунуть картошку в выходную трубу его машины. Опять нет. Картошка это вообще что такое? Это еда. Хотя откуда тебе знать? Уп, зря ты. Но это сниться этому великому гене Гудвину пожаловал сам Страшило. О, Петрович, здорово. Мозгами пришёл. О, Генка Букин, здорово. Как я рад тебя видеть. Это так хорошо, когда ты здесь. Потому что, когда ты здесь, в моём магазине, уровень продаж увеличивается в три раза. Ну так вот, мой... Мой маленький Петрович. Смотри, ты такой маленький, а уже Петрович. Ну да. Так вот, моему маленькому Петровичу надо делать домашнее задание. А в магазине столько народу, ну невозможно сосредоточиться. Логично. Дома-то фиг сосредоточишься. Там же нескончаемая очередь и солдат. И все к твоей жене. Спасайся кто может. Сейчас я лопну от смеха. Твои остроты по поводу супружеской неверности совершенно не парят. Человека, у которого две любовницы, супермодели. Я этого не слышал. А ты что-то сказал, пап? Короче, зачем ты привёл сюда своего недомерка? Мой маленький Петрович и твой маленький извращенец, к несчастью, учатся в одной группе в одном институте. И по маркетингу нам задали придумать товары и его рекламную кампанию. И ты привёл сюда своего головастика, чтобы показать, как работает бизнес. Нет, показать, как не работает бизнес. Ну не расстраивайся, Букин. Когда-нибудь на твоей улице будет праздник. И ты хоть в чём-то станешь лучше меня. А знаешь, когда это произойдёт? Ха-ха, никогда. А твоя жена ещё страшнее моей. Сам дурак. Да, Ген, круто ты его. Знаешь что, вот если я не смог уделать это Петровича в бизнесе, я ударю по его самому больному месту. В пах. Почти угадал. По его сыну. Ну ладно, я постою на шухере, когда будешь бить этого Децла. Спасибо, друг, но это было бы слишком предсказуемо. Моя месть будет называться сын за отца. Ромка выполнит своё задание лучше маленького Петровича. Он обязательно что-нибудь придумает. И это будет гениально. Автоматический переворачиватель страницы Романа Букина. Его плюс в том, что руки остаются совершенно свободными. Это очень удобно. Особенно, когда читаешь «Большие сиськи». И ты собрался рекламировать эту... Это... Я не понимаю, почему я тебе разрешу учиться в институте? Я больше за тебя не заплачу ни копейки. Папа, я учусь на бюджетном отделении. А я ещё думаю, откуда у меня такие денежища? Не волнуешься за моё будущее? Не дождёшься. Меня интересуют только мои комплексы. Да пойми же ты, я никогда ни в чём не был лучше этого Петровича. Тем более в торговле. Ну так устрой распродажу. И самое главное, не спи на работе, а хоть иногда продавай. Зачем мне так напрягаться, если у меня есть ты? Сынок, маленький Петрович, он же твой однокрупник. Всё, что ты должен сделать, просто получить оценку выше, чем он. И всё. Я отвечу. Не-не-не, сын за отца не отвечает. Рома, пойми. Пойми, в 21 веке лучше всего продаётся то же самое, что и в доисторические времена. Обувь. Конечно, обувь. Да. Именно поэтому мы живём в такой роскоши. Ты имеешь в виду секс, придурок? Ты хочешь, чтобы я стал сутенёром? На это я уж даже и не рассчитываю. Сутенёр должен уметь защитить своих девчонок. Ну а что ты думаешь? Почему в этом доме я должен обо всём думать? И ты, по идее, у нас самый умный. Алё. Гена, привет. Даша. Да, это я, Гена. Гена, я больше не могу. Я должна разыскать папу и вернуть его маме. И я уехала искать папу. Даша, это здорово. А когда ты уехала? Вчера. А, теперь понятно, почему ночью у меня был такой великолепный секс. Не волнуйся, Гена. Я вернусь, как только найду папочку. А я его из-под земли достану. Ты меня знаешь. Конечно, знаю, Даша. Ищи тщательнее. Да, только у меня один вопрос. На какие шиши? Ген, я взяла крупный кредит. Ну тебе какая разница, куда пойдут твои органы после твоей скоропостижной смерти? Кстати, я тут зашла в ювелирный. Тут такие камни. Да, Даша. Мне бы сейчас тоже один такой камешек. Побольше и потяжелее, чтобы нырнуть и не всплывать. Короче, Даша, все понятно. Это поездка, это лишь повод потратить все мои деньги. Гена, да как у тебя язык поворачивается. Я пытаюсь спасти брак своих родителей. А ты ноешь мне из-за каких-то своих дурацких денег. Ну все, мне пора. Позвоню позже. Поехали. Мама звонила? Да, она ушла от нас. Мама нас бросила? Да. Это все из-за меня? Не знаю. Может быть. Твоя главная задача это родить для проекта такую идею, чтобы уделать маленького Петровича. Я в тебя верю. Дети, это моя единственная надежда. Смотрите, что я купила. Календарь. Самый новый. Взбойная. Си-си-си-пи. Да. Рома, ты моя единственная надежда. Ой, смотрите, какие крутые мужики. Я когда вырасту, обязательно перееду жить в Си-си-си-пи. Света, своя тупостью ты подала мне отличную идею. Переехать в Си-си-си-пи? Нет, я сделаю такой же календарь. Класс, ты сделаешь календарь с крутыми мужиками в трусах. Нет, я сделаю календарь для института с девчонками в бикини. Все, что мне нужно, это фотоаппарат и 12 самых красивых девушек. А, ну это давай мы с тобой тогда вместе посчитаем. Так, смотри. У тебя есть твоя любимая кукла Мальвина. Это Рам. Потом, у тебя есть резиновая кукла Марианна. Это два. Еще у тебя есть этот набор боевых амазонок. Три штуки. И эти еще. Любимые перчатки с резиновыми пимпочками. Ну вот, все точно, 12 штук. Глумись, глумись, сколько влезет. Но когда я повешу объявление в институте, что проводится кастинг на фильм 12 раскрасневшихся женщин, самые красивые студентки повалят толпами. О, кастинг, значит я тоже могу пойти? Ой, чуть не забыл. Ты? Нет. Ух ты! Автоматически переворачиваете страницу. Круто! Главное, руки свободны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ты была великолепна. Это лучшая съемка сзади. Спасибо, Ромочка. Я немножко переживала из-за этого дела, но потому что в институте все говорят, что ты озабоченный извращенец. Я вижу, что это не так. Спасибо. Кстати, а это не ты уронила контактную линзу? Ой. Рома, отойди ты мне весь кадр загородил. Спокуха, Толик. Я ее отсюда снял. О, блин. Замри. Ну что? Кажется, мы сфотографировали все коробки для обуви на сегодня. Да. Считай, все фотографии коробок для нашего календаря мы сделали. Бегом в фотостудию. Букин! Букин, отстань от меня! Куда ты меня тянешь? У меня полно дел. Я заполнял декларацию о доходах. Эй, хотя... Откуда ты знаешь, что такое доходы? Зато я знаю, что после закрытия магазина ты примеряешь женскую обувь. Ты это не слышал. Короче, Петрович, я привел тебя, чтобы показать, какой гениальный проект придумал мой сын. Оп! Календарь 12 месяцев. Это номер 9 сентябрь. Ну что ж, неплохо. Но ты еще не знаешь, какой гениальный проект придумал мой маленький Петрович. Ну, рассказывай. Значит так. Я изобрел примочку для принтера. С моим апгрейтом принтер сам следит, когда заканчивается бумага и вставляет новую пачку. Это будет революция в офисном делопроизводстве. Ну, Букин, ты выиграл. И как ты можешь называться после всего этого моим именем? С этого момента ты будешь просто маленький. Прикольно. Тебя так мама называет. Ты это не слышал. Ты что, как слышал? Вспомнила. Но я же не ношу контактных линз. Пока, Ромочка. Увидимся с тобой завтра на зачете по макроэкономике. Я буду вся в шпаргалках. Тогда я буду у тебя подглядывать. Ну, как вам, девчонки? А? Кстати, у меня для вас отличная новость. Для обложки на мой календарь я уговорил сняться саму Наташу Белоногову. Наташу Белоногову? Вот это круто. Действительно круто. А кто такая Наташа Белоногова? Гена, у меня есть идея. Развестись с нашими женами, переехать в Швецию, где мы оба сможем жениться на Наташу, да? Ну да. Конечно. Только для начала я предлагаю пойти переговорить с моим знакомым владельцем типографии. Ну, мы можем взять календари и распространять их по всей стране. Представляете, какую кучу денег мы заработаем? А потом перейдем в Швецию и женимся на Наташу. А, ну да-да-да. Конечно, конечно. Ну и сколько, сколько, сколько ты намерен вложить в это? Я думаю, тысяч сто. Сто тысяч? Угу. Отлично. Тогда с меня тоже сто. Это что, получается у нас будет двести тысяч? Нет. У нас будет сто тысяч сто рублей. И я хочу пятьдесят процентов, потому что это идея моего сына. А шестьдесят не хочешь? Хочу. Процентов. Рублей. Букин, не забывай, что весь риск я беру на себя. Вдруг это фотомонтаж. О. Привет, Наташ. Привет, Рома. О. Я могу вложить в это не только деньги. Не забывай про мою долю. Мы сейчас пойдем. В типографию договариваются о скидках. Здравствуйте. Извините. Здравствуйте. Ну что, Наташ, ты готова? Конечно. А кто были эти два стунявых старпера с маленьким Петровичем? Это были наши отцы. Старший Петрович и старший Тупович. Короче, помнишь, я говорил, что этот календарь нужен для защиты моего проекта? Так вот, теперь твои фотки увидит вся страна. О. О. Да с твоими фотками будет спать каждый пацан. А двенадцати лет туда... Да неважно. И все, что ты можешь сказать, это... О. О. А еще я могу сказать... Прости, но я не могу позировать для твоего календаря. Как оказалось сниматься? Даже на фотоаппарат? Да ты понимаешь, сколько денег я потеряю? Понимаю. Столь. Заткнись, студент. Вас разве не учили, что такое инвестиции? Ты хоть знаешь, сколько миллионов прибыли должна принести эта сотня? Пап, а сколько я получу с прибыли? Так. Отклоняемся от главного. Ладно. Я уговорил ее сегодня прийти к нам. Я ее уломаю. Вот только попробуй не уломать. Только... Я... Я оставлю тогда тебя без наследства. Погоди минутку. О чем это я? Своими-то долгами? Нет. Нет. Я оставлю тебе наследство. И ты будешь долгом миллионы. Ха-ха-ха-ха. Свет, пап. Да, и я... Свет. Я не понимаю, почему Наташа отказалась от съемок для календаря с тиражом на всю страну? Ну, если бы мне предложили сняться на фоне пальм, моря, в обтягивающих планах, я бы... Ну, хватит, Ром. Я уже представила, не дай бог еще приснится. Свет, ну помоги мне, пожалуйста. Вот-вот придет Наташа, я не знаю, как уговорить ее, чтобы она снялась для моего календаря. Попробуй быть с ней честным. Честным? Ну, это противоречит всем принципам нашей семьи. Так разговаривает только мужик с мужиком. Думаешь, тебе тогда надо? Ой, ладно. Я пошла дочитывать свой этот календарь Си-Си-Си-Пи. Я сейчас остановилась на мае. Там почему-то больше всего о красных циферах. Привет, Ром. Ты хотел поговорить? Да, Наташ. Привет. Я хотел сказать тебе, насколько для меня важен этот календарь. Я буду с тобой предельно откровенен. Ладно. Я хочу рассказать тебе о своем брате. Он на 10 лет старше меня, его зовут Сема. Ну, он толковый парень, даже в институт поступил. Но в один ужасный момент он начал расти в обратную сторону. Да, теперь ему на вид лет семь. И врачи говорят, что если так будет продолжаться, то он родится обратно. Понимаешь? И единственное, единственное, что может остановить процесс, это календарь с самыми красивыми студентками. Он увидит фотографии и опять захочет стать взрослым. Наташ, пожалуйста, помоги мне. Спаси моего любимого брата. Понятно. Ладно. Я буду с тобой откровенен, как бывает откровенен, только мужик с мужиком. Если честно, то мне очень нужно, чтобы ты снялась для моего календаря. Потому что без тебя он ничто. Прости, Ром. Но этот календарь будут продавать по всей стране. А что, если его увидят мои родители? Ну, ты же не будешь сниматься голая. А что она мне будет надета? Вот. Это? Да, самый большой размер. Нет, Ром, ты не понимаешь. Наташа, Наташа. Наташа, тебе, тебе нечего стыдиться. У тебя отличная фигура. И не волнуйся насчет родителей. Предки любят своих детей, что бы они ни делали. Чёрт тебя бери, Светка! Ты опять съел покрытию и носильку! Всё, что я на свет, я оставляю тебе! Ой, нет, Марочка, нет! Наташа, ну, пожалуйста, ты самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. И я имею в виду не только внешность. Твоя женственность сведёт с ума любого мужчину. Знаешь, Ром, а может, этот календарь и неплохая идея. А мои родители, наконец, поймут, что я стала настоящей женщиной. Спасибо, Ром! Ты даже не представляешь, как много это для меня значит! А ты не представляешь, как много это значит для меня! Офигеть! Посмотрите на Наташу! Какие у неё классные топик и ремень! Или это у неё такие шорты узкие? Важно! Слышь, Петрович, а давай сделаем такой календарь. Январь Наташа Белоногова. Март Наташа Белоногова. Остальные 10 месяцев... Обнажённая Наташа Белоногова! Готов вложить в это ещё стольник. Пап, гордись мной! Мне поставили 5 с плюсом за мой проект! Я всегда верю в тебя, сынок! Ну, а как у тебя дела? Я получил пятёрку! Подойди-ка сюда, сынок! Да не ты неудачник! А наш сынок! С Геной! Мой и Генен! Молодец! Спасибо! Кстати, Наташа передаёт вам привет! Её пригласили участвовать в передаче «Доброе утро, Урал!» Она расскажет про наш календарь в прямом эфире! Петрович, готов пешки для денег! Говорю вам, папа, это Наташа такая... Такая сексуальная! И я предложу ей самой встречаться! Лучше предложи ей сразу выйти за тебя замуж! И за нас с Петровичем! Пока она снимается в наших календарях! Она член нашей семьи! Эй, тихо! Уже начинается! Итак, Наташа, кто помог вам принять решение Сделать откровенные фотографии для календаря? Чудесный человек Рома Букин! Своими добрыми словами он убедил меня, что мне нечего стыдиться! А ещё он отлично целуется! Да! Теперь все знают, что я её целовал! Я супер-мачо! Отлично, Наташа! В заключении, ты хотела сказать что-то очень важное всем телезрителям в прямом эфире! Пожалуйста! Она хочет сделать мне предложение в прямом эфире! Я согласен! Да, пришло время моим родителям и всей стране узнать, каким человеком я стала! Рома Букин заставил меня гордиться тем, что я женщина! Спасибо, детка! Да, теперь я женщина! Хотя родилась я мужчиной! Рома Букин заставил меня!